Привет! Сегодня кое-что распакуем, поговорим о планах и, наверное, о форматах видео, потому что, как ты видишь, уже месяц ничего не выходило, этому есть причина, и в том числе причина организационная. Поэтому, к сожалению, для тех, кто хочет длинные, красивые, большие видео, наверное, это будет разочарование, я их буду делить. А делить я буду их потому, что просто невозможно организовать все вовремя. А потом просто проекты лежат, есть проекты, которые уже год лежат, просто потому что для них нет времени. И вот это вот мы как раз сегодня и проработаем. А сегодня у нас вот такая распаковка, ребята, просто шикарная вещь. Я когда увидел, ну, обалдел, естественно, нам что-то, нам еще остается, как балдеть. И, естественно, ну, просто, просто, вот просто, просто вот так вот это выглядело. Когда я это увидел, выглядело круто, стоило совсем недорого. В общем, вот этот кэшбэк был гораздо, гораздо, гораздо больше, чем вот то, что здесь сейчас продано. Ну, а сейчас будем просто разбираться, что здесь у нас пришло, как с этим работать и что с этим можно сделать. И почему именно это? Потому что, ну, ты сейчас скажешь опять какое-то старье. Зачем это надо? Это старье умеет кое-что, что не умеют другие. И за такие деньги, короче, это что-то невероятное. Ладно, поехали. Начнем, наверное, вот с этого, потому что там-то все понятно. А вот это вот, хотя нет, этим мы закончим. Или, да, или это вообще не то. Никто не знает. Но этим мы закончим. А начнем мы непосредственно с камеры и непосредственно с ее. Надеюсь, что она работает. Надеюсь, что тут хоть что-то есть. Ну, а люди заморочились вообще. Спасибо большое за такую нормальную доставку. Все упаковано, все прижато. А, тут еще и сумочка есть. Но это вообще редкость. Мало того, что... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, полный комплект. Полный, полнейший. Смотри, 32 мегабайта. Не гига, мегабайта. Вот это я понимаю. Вот эта вещь. Ну, шутки шутками, а такие вещи тоже иногда нужны. Особенно, когда у тебя старые камеры, которые не понимают, что такое терабайт флешка. В общем, такое есть. Давай потихоньку будем разбирать эту коробку и смотреть. Так, здесь у нас, похоже, аккумулятор. Раку Кинг стоит. Смотри, все упаковано вообще. Ну, а аккумулятор реально. Рабочий, не рабочий, никто не знает. Разберемся. Дальше. Хоя. Тут, похоже, был когда-то фильтр. Ну, как ультрафиолетовый. Ну, хорошая вещь. Их продают. Не знаю, надо, не надо. Какие-то интересные у нас стяжечки для разных кабелей. И теперь вот кабель, как ты видишь. Это видеокабель. Аудио у него нету, но видеовыход есть. То есть, можно куда-то вывести. Дальше у нас здесь крышки объектива и камеры. Хороший знак. Дальше у нас это, похоже, USB. Да, мини-USB. Все как в старых-старых фильмах. Дальше у нас это вот это вот крепление наглазника. Потом куча макулатур, литературы. Да, потом, смотри, даже вот такая вещь. Есть аккумулятор. Меморикард. 512 мегабайт. Я надеюсь, она внутри. А вот, если есть камера. Давай посмотрим теперь здесь. И посмотрим, что же тут у нас, так сказать, пришло и как оно. Вот, камера. Камера. И давай маленький кармашек посмотрим сначала. Ну, а здесь, не знаю, кусок какого-то поролона. Ничего интересного. Ладно. Камера. Итак, камера Nikon D50. Особенность камеры в том, что она как бы дает неплохой цвет. Люди как бы очень-очень ее хвалят. Ну, а поскольку цвет у нас очень важен, то, естественно, и попробовать эту камеру очень захотелось. Я очень долго с этим вопросом цвета, света и всего остального заморачивался и понял, что люди балдеют от определенного зеленого. И, скорее всего, вот эта камера дает именно тот определенный зеленый, который людям важен. Потому что, ну, вот есть просто перечень камер, которые у всех вызывают огромное восхищение. И одна из них это как раз вот этот D50 Nikon. Ничего особенного, насколько я помню, 6-мегапиксельная камера, зеркалочка, установочки у нас тут. Ну, в общем, плюс, что есть экран. То есть он выглядит и функционирует как более-менее полупрофессиональный. И это хорошо, потому что мне не надо будет перестраиваться, так как пришлось перестраиваться на D31100. Но по цвету я как раз его планирую с D31100 и сравнить. Значит, у нас тут, похоже, есть флешка внутри. Мы можем его включить. Батарея полностью заряжена. Автоматический режим. Нет, это у нас макро стоит. Давай поставим автомат. Вот, все, в принципе, ничего. Ну, вот здесь, ну, естественно, фильтр. И похоже, что что-то падало. Но у нас ничего не болтается. Смотрим, что у нас с автофокусом. Автофокус работает, крутится. Все отлично, все мягко, ничего не скрипит. Песка нет. Есть ли у нас тут фотки? Фотки есть. И вот он, этот как раз невероятный зеленый, который все очень-очень любят. Вот, поэтому получилась у нас вот такая вот вещь. Камера в рабочем состоянии. Ну, в принципе, по ее характеристикам абсолютно классика. Ну, я надеюсь, в принципе, я-то все это уже сто лет видел, знаю. У меня такая же была 70-я, это 50-я. Но давай пройдемся. Значит, у нас сбоку под крышкой вход DC. Видео выход и USB. Ну, то есть он подключается как флешка к компу. Можно скидывать фоточки. Дальше переключение ручного мануального автофокуса. Кнопка отсоединения объектива. Давай отсоединим, посмотрим. Вот так выглядит там немножко пыли. Матрицу надо будет смотреть. Потому что на зеркале пыль вижу. На линзах все чисто, все хорошо. Присоединили. Спереди у нас подсветочка автофокуса. Кнопка спуска. О, подожди. Ага. Ну, правильно. Давай посмотрим, что тут у нас. Вроде все живо. Все работает. Вспышка выскочила, показалось. По управлению сверху у нас кнопка спуска включения-выключения. Никоновская стандартная. Это у нас идет автотаймер получается. Кнопочка экспокоррекции. Замечательно. Меня это очень радует. Потому что экспокоррекция нам нужна всегда и везде. Горячий башмак, похоже, никто никогда не открывал. Потому что редко у кого он под заглушкой. Это замечательно. Кольцо выбора режимов. Колесо. Пасм режима. Все как надо. Ну и тут эти дополнительные, которые мы тоже знаем. Маленький достаточно экран сзади. Абсолютно напоминает мне Nikon 70 по компоновке. Значит у нас здесь получается выбор, я так понимаю, режима съемки. Просмотр меню. Выбор ISO. И по-моему он увеличивает, уменьшает фотографии. Когда в режиме показа. Значит лог и enter. Ну в общем такая странная вещь. По здесь у нас получается удаление. Четырехпозиционный джойстик. Вот резиновая накладка. По ней видно, что им пользовались. То есть по моим расчетам тут уже будет больше 50 тысяч. А может быть даже больше 80 тысяч пробега. Посмотрим. Не сильно конечно она расклеилась. Но видно, что так тут хорошо поелозили. Дальше у нас здесь карточка. Карточка у нас уже похоже новая. Потому что микро... Какой размер? 2 гига стоит. Это хорошо. 2 гига карточка. И вот тут вот грязная такая у нас получается вся эта ручка. Все надо чистить. Совсем надо будет работать. Но пока что очень хорошее впечатление. Ну и с учетом того, что это буквально несколько шаверм в перерасчете. То это просто супер. Значит вот так это у нас все выглядит. Остается на него пофотографировать. И посмотреть действительно ли это тот самый невероятный зеленый. Который все так хвалят. Который всем так нравится. От которого все балдеют. И увидим ли мы его вот в этой камере. 6 мегапикселей. Опять же я считаю вполне достаточно. Для того, чтобы загружать фоточки в интернет. Получать лайки и все остальное. Но у нас цель другая. У нас цель посмотреть именно техническую составляющую этой камеры. Поэтому камера идет на плечо, что называется. И вперед. Будем снимать. Будем смотреть. Фоточки. Вот буквально сейчас мы и выложим. Да. В принципе очень-очень рад. Очень классно. Легковатое. Не сравните с 300 по весу. Поэтому, наверное, даже и хорошо с собой таскать легче. Ну что. Вперед. В поля. Снимать. Разбираться. Самое нетерпевое уже загуглили. В общем-то это ЕХ5. Это никоновский адаптер. для подключения камеры к, так сказать, в розетку. Тут у меня, кстати, они положил хозяин еще. Ну, бывший хозяин. Зарядничек. Зарядничек стандартный. Это сюда не относится. А сюда относится вот эта штучка. Которая у нас подключается непосредственно к камере. И камера может работать, так сказать, от сети. И таким образом снимать уже конкретно предметку, допустим, становится гораздо проще. То есть можно бомбить, бомбить и бомбить. Обычно, если вот такая вещь продается вместе с камерой, это очень-очень подозрительный момент. Не была ли камера в таком буквально очень жестком использовании. И вот, так сказать, этот момент у нас сейчас как раз здесь и есть. Но мы знаем, что, скорее всего, она была. Потому что цена на нее практически пару шаверм. Вот такой адаптер идет сюда же. Если будет интересно, мы еще сделаем из этой камеры, так сказать, сетап для интернет-магазина. Бомбить, снимать, выкладывать, зарабатывать. Но это, опять же, если кому-то интересно. Ну, а на сегодня мы еще, наверное, не закончили. Еще немножко. Итак, что по фотику. У нас получилась такая ситуация. Коробка есть. Сумка есть. Объектив есть. Камера тоже есть. Но с камерой есть проблема. Как ты видишь, сработка затвора идет с задержкой. То есть сначала щелкает затвор, вспышка. И через секунду срабатывает непосредственно вторая фаза, так сказать, сработки затвора. Судя по всему, судя по всему, как раз то, что я и подозревал. Ну, поскольку с этой камеры шел вот этот вот блок, камеру гоняли в хвост и в шею. Поэтому все нехорошо. Сколько здесь пробег, к сожалению, выяснить тоже невозможно. Но вот так, как есть, не очень здорово. Но, опять же, посмотрим, разберемся. Может быть, что-то из этого можно вытянуть. Но объектив работает. Это хорошо. Там куча всяких вещей. Хорошо, что она досталась мне по хорошей цене на объектив. То есть, в принципе, потерь тут у меня никаких нет. И если вот взять полный комплект, то тут у нас все хорошо. Плохо, что не работает камера. Вот такое вот тоже бывает. Поэтому вот есть как есть. С этим и дальше надо что-то думать. Надо что-то делать. Надо как-то дальше работать. Пока непонятно. Наш процесс продолжается. Это уже какое-то безумие. Но это безумие у нас продолжается. И мы вот как раз сейчас имеем то, что имеем. Как ты видишь, распаковка камеры. Пам-пам-парам. Д-50. Это уже вторая. Да. У нее есть, опять же, батарейка. Давай мы ее засунем. Посмотрим. Включилась. Empty. Поставим ручной. И он работает. Ну, хоть эта камера работает. И то хорошо. Потому что это здорово. Что с этой камерой? Значит, после того, как была куплена первая вот та вот по цене, ну, в общем, по цене там нескольких шавух, то есть это была вообще, даже объективы дороже стоят, я, естественно, очень расстроился. Думаю, ну, как так-то? Надо что-то с этим делать. И заметил еще одно объявление. Была вот эта. Но здесь однозначно, что камера у нас падала. И об этом абсолютно точно было заявлено. Первое. Второе. Камера у нас упала, судя по всему, на объектив. И было сказано, что объектив разлетелся. Ну, вернее, что-то там сломалось. Объектив такой же. 18-55. Стандартный. И что у нас сломалось? А, ну, в общем, стандартный облом ушек вот этих вот. В принципе, ничего страшного с этим нет. Насколько я знаю, сейчас можно купить эти самые на замену кольца, и все будет хорошо. Так что вопрос, разбирался ли он, но, судя по всему, нет. Потому что здесь шлицы вообще нетронутые. Все живое. Тут все живое. Линзы живые. Поэтому этот объектив у нас идет в ремонт. Заказываем детали. После ремонта посмотрим. Живой, не живой. Но обещали, что живой. Поэтому это уже хорошо. Видишь, ничего не держится. Потому что тут просто все вылетело. Значит, раз тут все вылетело, нам нужно посмотреть, нужно ли менять кольцо байонета. И здесь все, в принципе, неплохо. Он же металлический. А то пластиковое. Наверное, есть смысл так делать, если объектив дешевый. Тут даже ничего не вырвало, ничего не перекосило. Камера работает. У нас вот здесь, вот как ты видишь, у этой камеры есть отверточка. То есть, практически все объективы на нее подходят. Пыль есть. Мы ее, конечно, протестируем, почистим. Все у нас для этого есть. В общем, вот такая камера. Сейчас мы будем собирать небольшого франкенштейна. Берем одну 50-ю. С нее снимаем объектив. Ставим на вторую 50-ю. И надеемся, что нам никто не соврал. Хотя вот по этой соврали. Сказали, работает. Вот. Включаем. Да, 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 да. Все работает, ребята. Большая радость у нас. Потому что, наконец-то, мы собрали 50-ю. Несмотря вот на все эти... Итого. У нас, несмотря на все перипетии, есть сейчас камера D-50. К ней туево-хуча батареек. Потому что, ну, просто по батареям у нас сейчас все хорошо. Здесь одна внутри. Здесь одна из вот плей-камеры. И еще где-то... Ну, естественно, у нас есть вот эта штука. Работать от сети. И вот здесь, как ты помнишь, у нас еще... Где-то есть еще одна батарея. Вот она. Вот еще одна батарея. То есть, в принципе, в принципе, все здорово. По батареям я отбился. По камерам я отбился. По зарядничку я отбился. То есть, ну, это то, что, знаешь, зарядник у меня один сгорел такой. Я его ремонтировал. Но на сегодняшний момент он не сильно рабочий. То есть, у нас все есть для того, чтобы работать. Для того, чтобы снимать что-то на интересную вот эту вот камеру. И плюс у нас есть проект по объективу, который мы будем ремонтировать. Там, по идее, ничего сложного. Ждем просто от китайцев. Сегодня же будем заказывать вещи и запчасти. И будем эти запчасти менять. Ну, в общем-то, вот такая у нас получилась билиберда с этим проектом. И только сейчас, только вот после этого момента, когда у меня хоть что-то где-то собралось. Кстати, надо еще переставить флешечку, потому что флешечка нам тоже досталась. И так сказать. Только вот после этого мы начнем, можем что-то делать. Кстати, вопрос, читается ли флешка. Флешка, он тоже очень-очень важный. Сняли? Сняли. Все на флешке. Ну-ка, покажи. Он еще и ворочает эти фотки. Да, да, да. Ну, в общем, ребята, все работает. Все работает. Разницу, кстати. Расскажу тебе сразу по вот этим вот ситуации, по покупке. То есть, потому что, вот как оно, насколько есть разница. Смотри. Вот здесь затерто. Здесь не затерто. То есть, вот здесь у нас идет настолько все затерто, что аж блестит пластик. Вон, видишь? Здесь такого нету. Здесь, посмотри, насколько затерта резинка. Ну, вот здесь такого нету. Спереди обычно резинка не сильно затерта бывает. Но на камере с большим пробегом, как ты видишь, вот здесь все блестит. Просто заполировано. Вон, краска заполирована. Вон, все вообще блестит. Здесь нет. Поэтому надо обязательно обращать внимание. Вот такая камера, в принципе, если бы она еще чуть-чуть поработала, да, и ее могли спокойно продать по нормальной цене. Как вот, ну, как по нормальной цене. А на сегодняшний момент она практически была не то, чтобы чего-то стоила. Она была бесплатная. Поэтому, вот опять же, получается, что да. Да. Ну, слава богу, человек, в принципе, я, с одной стороны, конечно, зол. Потому что сказать, что это не работает, можно было сразу. Но по цене было понятно, что что-то тут не так. Хотя, ты знаешь, вопросы другие. По цене было понятно, что, ну, блин, не может быть так дешево просто так. Но, с другой стороны, я не должен догадываться. Это надо говорить. Не надо обманывать людей. И в данной ситуации, конечно, ну, не то, чтобы можно себя сильно обманутым чувствовать, но и тоже так не пойдет. Поэтому отзыв будет плохой на продавца. Ну, а вот на этого продавца, который абсолютно честно все указал и сказал, что камера работает, объектив в хлам. И, естественно, у нас очень хорошая получилась, очень хорошая сделка по этому фотоаппарату. Поэтому, ну, как бы все топчик. Вот из двух собрал. И, опять же, объектив, который идет в ремонт. Ну, а камеру, я не знаю, я не думаю, что здесь есть смысл что-нибудь делать с объективом. Ну, в общем, мы ее сейчас, так сказать, законсервируем. И будет пока что стоять, ждать своей очереди. Возможно, если будет интересно, мы ее разберем. Поковыряемся, посмотрим, что там с затвором. Посмотрим, что там вообще за проблемы. И, естественно, если получится, что-то исправим. Если не получится, пойдет она на запчасти, либо вообще на какую-нибудь просто инсталляцию. Знаешь, как вот эти полуразубранные камеры. Вот такая вот получилась у нас ситуация с 50-м. И почему, опять же, мы возвращаемся? Почему интересно? Потому что это 50-й. И у него, как говорят, замечательный цвет. Вот этот замечательный цвет мы сейчас и будем искать. И если ты уже готов смотреть на фотографии, запоминай этот цвет. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...